Людмила Конева вот уже несколько месяцев пытается оформить звание ветеран труда. Сначала при подсчете пенсионного возраста не хватило трудового стажа. Теперь пенсионный фонд, согласно регламенту Кемеровской области, может предоставить документ, подтверждающий трудовую деятельность только после марта 2016 года. В результате звание оформится на несколько месяцев позже. По сегодняшнему существующему законодательству, все сделано в соответствии с законом, скорее всего, вам придется ждать до марта следующего года. То есть на март этого года у вас не хватало стажа, а то, что вы доработали, в следующий год войти, скорее всего. Но мы постараемся, ну что ли, выяснить, и если есть возможность, походотайство, по внесению изменений в постановление коллегии. Надежда Ивановна Максимова уже сегодня озабочена будущим внучки, опекуном которой она является. Пять лет назад дом, где был прописан ребенок, попал под подработку. Из семьи выделили три квартиры. Сегодня все члены семьи имеют долю в этих квартирах. Надежда Ивановна просит, чтобы у ее внучки было отдельное жилье. Надежда Ивановна, ну так, давайте напишите заявление на меня, что просите помочь. Только ситуацию всю эту напишите, чтобы четко разобраться. И копии документов, которые у вас есть, и подлинники не надо. Нет, нет, у меня и копии есть. Все это принесете, ну будем смотреть, будем уникать. Сейчас сразу помочь, конечно, разобраться я не обещаю, но посмотрим, каким образом можно. Либо это через суд, опеку обязательно будем подключать, город обязательно. Такие живые встречи с людьми, особенно в территории, считает Николай Волков необходимы. И аппарат, уполномоченного по правам человека, и жителям области, которые не всегда имеют возможность приехать на прием к амбутсмену в областной центр. У нас очень много проблем, которые решаются на местном уровне, на уровне города или на уровне области, на региональном уровне. Ну, они решаются достаточно быстро. Те проблемы, которые связаны с федеральным законодательством, порой с несовершенством федерального законодательства, порой с отсутствием средств в бюджете где-то, эти проблемы, конечно, требуют, ну что ли, более серьезной проработки и более длительного решения. Но все равно проблемы эти решать надо, и наша-то задача, как раз, уполномоченных по правам человека, эти проблемы выслушать, понять и довести до органов государственной власти, до руководителей органов государственной власти, причем всех степеней. Почти все сегодняшние обращения были взяты амбутсменам в работу. Ведь чаще всего на прием к уполномоченному по правам человека приходят люди, потерявшие надежду получить помощь где-либо еще. И пусть не все вопросы находят быстрое решение, главное, что они услышаны и взяты под контроль. Продолжение следует...